В торжественной обстановке на здании Нижегородского института журналистики открывают мемориальную доску герою Советского Союза генерал-майору Константину Ивановичу Ракутину. На митинге присутствует заслуженный ветеран Нижегородской области Александр Шевченко. Он и рассказывает, почему великий генерал – пример для подражания для всех военных. Ракутин был патриотом. Он любил свою родину. И в 17 лет по путевке комсомола добровольно ушел воевать с интернетами. В 38 лет он командует Прибалтийским пограничным округом. В 39 лет он командующий 24-й общевойсковой армией резервного фронта. И именно главная сила первой наступательной успешной операции в Великой Отечественной войне – взятие и освобождение Ельми. 24-я армия это сделала. После взятия Ельми, освобождение Ельми, появилась Советская гвардия. Погиб один из самых молодых генералов Красной армии в 39 лет. Но его имя навсегда вошло в историю. Родился он в деревне Новинки. Сейчас это Вачский район нашего региона. Еще в детстве переехал с семьей в Нижний Новгород, где окончил Владимирское реальное училище. Именно в этом здании сейчас и располагается Институт филологии и журналистики ННГУ. На открытии доски присутствует депутат Законодательного собрания Евгений Лебедев. Он тоже учился в этом здании. О том, что здесь учился и великий генерал, узнал лишь недавно. Говорит, здорово, что теперь об этом будут знать все. И студенты, и преподаватели, и просто прохожие. Если молодой человек или девушка заинтересуется историей этого героя, ну не знаю, на меня сильнейшее впечатление провело, хоть я немножко ошибся с арифметикой. То есть вот человек прожил 39 лет, то есть в 39 лет он командовал армиями, но плодотворной деятельности у него было 22 года, если убрать годы юношества и отрочества. Вот за 22 года человек стал легендой. Человек, который брал на себя ответственность за десятки, сотни тысяч людей, которыми он командовал, с которыми он шел в бой, которых он поднимал в бой. И, конечно, мне кажется, если ты нормальный человек, то нельзя не проникнуться уважением вот к такой яркой жизни, яркому служению Родине. На торжественном митинге присутствует и депутат законодательного собрания Василий Суханов. Для него имя Ракутина также значит много. Мы с Евгением Викторовичем Лебедевым служили в составе 2-й гвардейской таманской дивизии, которой во время войны командовал Ракутин. Я очень благодарен Союзу пограничников, которые вытащили вот эту вот тему, подняли, реанимировали. Наталья Лисова, Николай Прохоров. Время новостей.